Здравствуйте! Флоксы в последнее время переживают период, наверное, наивысшей популярности. Вообще флоксы мы выращивали в наших садах довольно-таки давно, и мамы выращивали, наши бабушки. Но за последние 10 лет селекционеры создали более 70 новых сортов, и флоксы сейчас занимают одно из центральных мест в цветнике на наших приусадебных участках. И если мы раньше знали флоксы розовые, флоксы белые, флоксы сиреневые, то сейчас уже можно найти флоксы двуцветные. Можно найти флоксы, цветки которых немножко отличаются от флоксов более традиционных. Сиреневые флоксы очень красивые. Но и сейчас селекционеры работают над тем, не только чтобы создать сорт с каким-то необычным цветом, чтобы форма цветков была другая, но и создаются такие сорта, которые долго цветут, которые устойчивы к различным заболеваниям, и которые являются действительно украшением нашего участка. При всей своей красоте и яркости флоксы довольно-таки неприхотливы в уходе, и при минимальных затратах физического труда вы получите красивую клумбу, если там будут флоксы. Если вы полюбили флоксы, то всегда найдется повод заглянуть в цветочный отдел в магазине, посмотреть, нет ли новинок. Флоксы, многолетние флоксы, вообще размножаются корневищем, деление корневища, и продаются они вот именно вот этими кусочками корневища. Но вот в пакете очень сложно определить, что же там такое есть, потому что для того, чтобы растение не пересохло, туда помещают торф. Поэтому, когда вы будете рассматривать, смотрите внимательно, и вам должна попасться корневая шейка. Вот я сначала покажу это через пакет, потому что вряд ли вам где-то позволят его открыть, там пошевряться и закрыть снова. Вот аккуратненько вот так вот стряхиваем в одну сторону торф, и вот у нас, собственно, корневище. Что мы здесь можем видеть через пакет? Вот это корни. Место, где корни переходят в стебель, это корневая шейка. Вот это вот очень важное место, потому что если корневая шейка сгнила, то растение уже не будет расти. И вот здесь вот уже даже через пакет видно несколько почек, которые уже проснулись. Говорят о том, что посадочный материал живой, что его можно покупать. Ну и, конечно, не покупайте такие пакеты, от которых, во-первых, плохо пахнет каким-то гнильем, не покупайте пакеты сырые, где-то там что-то такое вот сырое. В процессе предпродажной подготовки, в процессе продаж никто ничего не поливает, и внутри пакета должно быть немного влажно, но все-таки достаточно сухо. Что же там вообще в пакете можем мы обнаружить? Когда вы будете покупать посадочный материал, обратите внимание, чтобы на пакете были отверстия, пакет был перфорированный, потому что, как любое живое существо, даже вот это корневище дышит. Нам не нужно, чтобы здесь было много влаги, надо, чтобы было ее совсем чуть-чуть. Вот что из себя представляет корневище флокса. Вот корневая шейка, а вот уже и проснулись росточки. И вот если вы купили флокс и обнаружили, что уже вот такие вот довольно-таки хорошо отросшие, уже даже стебельки появились, вот такой вот флокс нужно будет посадить в горшок, закапываем его вот как раз, чтобы чуть-чуть была заглублена корневая шейка, в грунт для рассады можно, можно для комнатных растений, и ставим в максимально прохладное место. С одной стороны, нам нужно сейчас сохранить корневую систему, потому что почки уже пошли в рост, они начинают требовать влаги, а вот в таком виде корневой системе влаги взять негде, мы сажаем в горшок. Но с другой стороны, нам нужно сейчас затормозить дальнейший рост. Пусть растение укоренится, но надземная часть, нам не надо, чтобы она сильно отрастала, поэтому ставим в прохладное, в максимально прохладное место. Но света должно быть много. Ставим как можно ближе к окну, на подоконник, вот прям поближе к стеклу, где прохладнее всего. Ну и лучше пока избежать прямых солнечных лучей. Флокс нам таким образом придется держать дома до второй декады мая. Вообще можно держать и на лоджии, можно держать и на застекленном балконе. Конечно, если будет угроза сильных ночных холодов, можно на ночь занести растение в дом, можно хранить в подвале. Но а если у вас корешок еще не имеет проснувшихся почек, вот здесь вот если посмотреть, то почек и не видно. Можно вот в таком виде положить тоже либо в холодный подвал, либо в холодильник на нижнюю полку, там, где мы храним овощи. Корни флокса растут вниз, но основная масса, вот эта основная корневая система, у него находится в верхнем слое почвы. Вообще у него очень обширная поверхностная корневая система, поэтому флоксы сажают там, где нет высокого залегания грунтовых вод. До грунтовых вод до этого водоносного пласта должно быть 25-30 см. Вот в болотистой местности, либо там, где грунтовые воды очень близко с поверхностью, флоксы не выживут, они просто сгниют. Не любят флоксы соседства с крупными деревьями, особенно с обширной корневой системой. Во-первых, здесь будет борьба за свет, и здесь будет борьба за влагу, и флокс в этой борьбе не победит. Вообще уход за флоксами очень несложен. Высаживаем их в открытый грунт, делаем прополку. Сорняки уничтожаем аккуратно, потому что я еще раз говорю, что корневая система поверхностная, и можно, даже если сорняк очень крупный, повредить корневую систему флокса. Когда флокс укоренится, ну хотя бы через месяц после посадки, его, естественно, поливаем и начинаем подкормки. И уже где-то с середины июля начинается цветение флоксов, а сорта бывают более ранние, у которых раньше цветение начинается попозже. Можно подобрать, что у вас будет растянутое цветение флоксов. И в это время сад у вас наполняется не только яркими пятнами вот этих красивых цветов, но флоксы еще имеют очень приятный аромат. Многие владельцы приусадебных участков не сажают цветы из-за того, что имеют возможность выехать на свой участок только в выходные. А многие однолетники и многолетники требуют полива постоянного, требуют ухода постоянного и не выживают в условиях вот таких вот поливов и ухода урывками. Вот флокс – это то растение, которое вас будет радовать, даже если вы бываете на своих участках только в выходные. Главное, посадите правильно на освещенное место, чтобы не было ему там сыра. И растение при этом минимальном уходе будет радовать вас, а участок сразу преобразится и получит живописный вид. Есть ли флоксы на вашем участке? Есть ли трудности у вас с уходом за флоксами? Пишите в комментариях. А у кого флоксов еще нет, смело идите в садовые магазины и купите хотя бы одно, но самое яркое растение, и вы влюбитесь, и будет у вас всегда желание пополнить коллекцию флоксов. Ну, а у меня на сегодня все.